Я извиняюсь, Владимир Владимирович, можно? У меня реплика маленькая, потому что президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9 пункта трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана. С другой стороны, хочу подтверждить готовность Республики Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Республики Армении. Мы это называем Армянский перекресток, и мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Я имею в виду те связи транспортные и экономические коммуникации, которые предназначены 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года. Спасибо. Спасибо большое. Но то, что я услышал из выступления президента Алиева, он как раз говорил о том, что создаются условия в связи с признанием границ, подтверждённых соглашениями, соответствующими ещё с 1991 года. Эти условия дают основания полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договорённости, в том числе и по транспортным коммуникациям. Мне очень приятно отметить, что и премьер-министр Армении сказал, что Армения тоже думает в этом отношении, считает, что это возможно, думает положительно. Но мы сегодня на трёхсторонней встрече, мне кажется, могли бы всё это и обсудить. Надеюсь, что удастся договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития, как для Азербайджана, так и для Армении, да и для всего региона. Мне кажется, у нас будет время в трёхстороннем формате всё это обсудить в деталях. Я, конечно, не хочу открывать дискуссию, но просто поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. Что касается слова «коридор», которое я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору «Север-Юг». Точно так же это слово используется и применительно к коридору «Восток-Запад». Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении. Как Владимир Владимирович также отметил, я считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана. Спасибо. Я извиняюсь, Владимир Владимирович, я должен подчеркнуть, что все те люди, которые знакомы с текстом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, они знают, что в этом заявлении есть только один случай использования слова «коридор», и в этом контексте это слово имеет особое значение, и это о Латчинском коридоре, который я повторяю, что должен быть, согласно трехстороннему заявлению, под контролем Российской Федерации и обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией, но, к сожалению, незаконно в присутствии российских миротворцев Азербайджан заблагировал этот коридор. С другой стороны, я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений. Еще хочу отмечить очень важный вопрос в этом контексте, вопрос о прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, и в рамках международного механизма, я надеюсь, что в скорейшем, скором времени начнется нормальный конструктивный диалог между Баку и Степан Агертом. Спасибо. Спасибо большое. Извините, конечно, но опять прозвучало в словах премьер-министра Амени обвинение. Вы, если заметили, в моих словах ни во время выступления, ни во время реплики никаких обвинений не было, но я не могу это оставить просто без ответа. Я понимаю, что мы уводим дискуссию несколько в другую сторону, хотя думаю, что многим это интересно, но просто прошу разрешить просто ответить и сказать, что Азербайджан, никакой коридор не заблокирован. Что касается дороги Лачин-Ханкенди, то она открыта. На границе между Арменией и Азербайджаном, которую вы признаете, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента. И на сегодняшний день через этот погранично-пропускной пункт жители Азербайджана, армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет, в том числе и пациенты, которых перевозят по линии Красного Креста, а также и машины скорой помощи из города Ханкенди. Любой непредвзятый человек, естественно, это должен видеть. И думаю, что не нужно пытаться использовать трибуну для необоснованных обвинений. А что касается коридора, о котором я говорил, Зангизурского, если внимательно послушать мое выступление, в нем сказано, что Азербайджан инициировал сознание Зангизурского коридора. Это наше право, инициировать все, что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным, и то, что, кстати, поддерживается в том числе и Российской Федерацией, и другими вовлеченными в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном сторонами. Очень интересно узнать, что Россия поддерживает тот проект, о котором вы говорили. Честно говоря, я об этом впервые слышу. Я знаю, что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе. Что касается, вы сказали, Латчинская дорога. Согласно трехстороннему нашему заявлению, Латчинской дороги не существует. Существует Латчинский коридор, который, согласно трехстороннему заявлению, который мы в траве подписали, должен быть под контролем российских миротворческих сил. То есть, никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля. И то, что там творится, это прямое нарушение трехстороннего заявления. И вы сказали, что коридор открыт. Мы это не видим, мы так не считаем. Поэтому считаем важным, чтобы была направлена там международная миссия и в Латчинский коридор, и в Нагорный Карабах, которая бы оценила гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. И должен сказать, что там, к сожалению, с декабря месяца мы имеем гуманитарный кризис, потому что поставки из-за закрытия Латчинского коридора, поставки продовольствия продуктов, необходимых продуктов, для этого создаются барьеры. И это очень серьезная ситуация. И газ, электричество был закрыт со стороны Азербайджана. Я имею в виду газ и электричество, которое ходит в Нагорный Карабах. И, Владимир Владимирович, вы об этом очень хорошо знаете, потому что мы об этом неоднократно говорили. Я извиняюсь, но получается так, что мы... Владимир Владимирович, можно буквально несколько слов? А, хорошо. Я видел ваши сигналы и позволю себе отреагировать. Коллеги высказали свою позицию, сформулировали. Для них это важно. Хочу сказать, что в завершении этой части, мне кажется, что терминология, о которой мы с вами втроем, во всяком случае, очень хорошо знаем, другим словом называется юридическая техника, коридор, дорога, прочее, прочее. Это важно. Но гораздо... И здесь есть определенные противоречия. Но гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали, и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договоренности, тоже принципиального характера. И это действительно база для того, чтобы договориться по другим, все-таки вопросам второстепенного характера. Хотя они тоже имеют существенное значение. Но у нас будет возможность сейчас, как мы договаривались в трехстороннем формате, обо всем спокойно, в деловом ключе поговорить. И я надеюсь достичь каких-то договоренностей, которые выведут на путь такого конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом. И хочу вас заверить, что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы. Все абсолютно. Вот Александр Григорьевич сегодня об этом говорил достаточно убедительно в закрытом формате. Потому что все-таки... Ну, чего говорить. Это же все бывшие республики Советского Союза. Мы жили в единой семье народов. Здесь, к сожалению, у нас много противоречий доходит и до вооруженных конфликтов. И в России то же самое происходит на известном направлении. Поэтому все это очень чувствительно. Все это связано с трагедиями человеческими. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти проблемы были завершены. Ну, что касается этой ситуации, повторяю еще раз, у нас будет возможность поговорить в трехстороннем формате. В этой связи я тоже...